Доклад, который произвел эффект разорвавшейся бомбы, на этой неделе Сенат США рассекретил документы о пытках ЦРУ. Действия разведчиков в отношении предполагаемых террористов вызывали галлюцинации, психические расстройства и порой просто приводили к смерти. Интересно, что методы ЦРУ граждане США в основном одобряют. Вот данные компании «Расмусон Репортс». Почти половина опрошенных считают такую стратегию правильной. Против 33%. Остальные от ответа воздержались. Стоит ли говорить, что скандал разгорелся не кстати для США? Террористическая группировка «Исламское государство» и без того угрожает Америке, да и всему миру. И хотя обнародовано всего лишь 500 страниц из 6 с лишним тысяч, но этого уже хватило, чтобы Соединенные Штаты усилили охрану своих дипломатических миссий, особенно в странах Ближнего Востока. В скандальном деле разбирался наш корреспондент Роман Никифоров. Американский рэпер-мусульманин Ясин Бэй, он же Моздеф, проверяет на себе так называемую пытку едой. Принудительное кормление, фирменное блюдо ЦРУ для тех заключенных, кто объявляет голодовку или пытается соблюдать в камере религиозный пост. Процедура крайне болезненная. Питательную смесь вводят через нос. Первые секунды еще можно выдержать. А потом я почувствовал жуткое жжение и просто адскую боль. Просто не могу представить, как можно проходить эту процедуру дважды в день. Сегодня рассекречено только 500 страниц доклада Американского Сената о работе тайных тюрем ЦРУ за рубежом. Это меньше десятой части от всего объема, но вполне достаточно, чтобы понять, что из себя представляют так называемые методы расширенного допроса. Арестованный Абу Зубайда провел 266 часов в заточении в ящике величиной с гроб. Сотрудники ЦРУ угрожали не менее трем арестованным, что причинят ущерб их семьям. В том числе были угрозы причинить вред детям некого арестованного, угроза сексуального надругательства над матерью некого арестованного и угроза перерезать глотку матери арестованного. Раздевали арестованных догола, заставляли стоять в кандалах до 72 часов и неоднократно обливали холодной водой. Использовали спецслужбы и опыт средневековья. Вот в Питерском музее пыток стандартный инквизитовский набор. Нюрнбергская дева, колено-дробилка, дыба и железный трон. На их фоне эта неприметная скамья с воронкой выглядит не слишком страшной, а ведь на самом деле пытка водой может привести к мучительной смерти. Брали вот такую подобную воронку, вставляли. Часто воронки были мягкие и часто еще запихивали в горло тряпку. Воду могли вливать холодную, горячую, смешивать с уксусом, с испорожнениями, с различными помоями, но чаще всего заливали просто теплую подсоленную воду. Такой воды заходило в человека как можно больше. Живот раздувался до неимоверных размеров. А это уже пытка водой в наше время. Кадры из голливудского блокбастера «Цель номер один». Он рассказывает о ликвидации американским спецназом террориста номер один, Усамы Бен Ладена. Предполагаемый координатор терактов в Нью-Йорке Халид Шейх Мохаммед подвергался пытке водой 183 раза. Были и другие способы развязать язык. Узников били током, не давали спать несколько дней подряд. Пытали холодом. Один из задержанных даже умер от переохлаждения. Его разделе приковали к бетонному полу. Наконец, включали в камеры громкую музыку. В том же Гуантанамо заключенный Биньям Мохаммед слушал композицию «Слим Шеди» рэпера Эминема 20 дней подряд, 24 часа в сутки нон-стоп, о чем его адвокат поведал газете «Гардиан» еще 6 лет назад. Большинство из нас теряли рассудок. Я слышал, как обезумевшие люди бились головой о стену и истошно кричали. Пытки – это незаконно, это аморально неправильно, и это не работает. Соединенные Штаты вышли за пределы своих полномочий. Как мы видим из доклада, пытки оказались неэффективным способом борьбы с террором. Активно использовать тюрьмы за пределами своей страны ЦРУ начали прибывшим младшим после терактов 11 сентября 2001 года. Сотрудничать с США согласились 54 страны. Правда, точно неизвестно, кто и в каком формате. Предыдущая администрация столкнулась с мучительным выбором. Надо было преследовать Аль-Каиду, чтобы предотвратить новые террористические атаки против нашей страны. Там не было никаких простых ответов. Сенатор Дайан Файнстайн с доводами шефа ЦРУ не согласна. Мол, слишком часто спецслужбы ошибались. Из 119 лиц, задержанных ЦРУ во время работы программы, по данным комитета, минимум 26 были арестованы незаконно. Они зачастую оставались в заключении в течение нескольких месяцев, прежде чем в ЦРУ решали их освободить. Придя к власти в 2009-м, новый президент Обама заявил о закрытии программы. Я очень четко высказался, как наша разведка должна вести свою работу, и прямо запретил такие методы. И каждый, кто сделает те вещи, которые описаны в докладе, будет нарушать приказы, которые я отдал в качестве президента и главнокомандующего. Методы ЦРУ уже осудили и противники США, например, Китай и союзники, в том числе Великобритания. А французский политик Марин Лепен и вовсе предложила подкрепить слова делом. Если сотрудники ЦРУ действительно использовали пытки, то Франции следует покинуть НАТО. Очевидно, что появление доклада наносит удар по репутации ЦРУ и США в целом. Аналитики уверены, документ увидел свет из-за обострившегося противостояния между республиканцами и демократами. Ведь через год в Штатах президентские выборы, и демократы во главе с Обамой не прочь сохранить за собой кресло в овальном кабинете. Очень велика вероятность того, что кандидатом, о котором сейчас говорят, кандидатом от республиканцев будет выдан Джеб Буш. Младший брат Джорджа Буша, представитель клана Буша и бывший губернатор штата Флорида. Во всяком случае, клан Буша и определенная часть республиканской партии его активно толкает. Поэтому это мина замедленного действия против Джеба Буша. Российский историк спецслужб, основной генерал Валерий Малеванный, считает, что весь скандал с докладом исключительно для внутреннего потребления. На реальной работе внешней разведки он никак не скажется. Идет небольшая передислокация внутри спецслужб. Чтобы остановить этот процесс, я не думаю, что он может быть остановлен. В спецслужбах это нормальная практика. Какая права человека, это все это так. Это слова. А вот кадровые изменения вполне вероятны. Тем более назревает коррупционный скандал. На всю программу секретных тюрем ЦРУ потратило 300 миллионов долларов. Если разделить эту сумму на количество задержанных, выходит, что каждый из них обошелся разведуправлению в 2,5 миллиона. Критики ЦРУ такие расходы считают чрезмерными. Роман Никифоров, Федор Сухарников. Программа «Вместе». Роман Никифоров, Федор Сухарников. Роман Никифоров. Роман Никифоров.